Справить новоселье в доме на Кольцевой дольщики должны были еще лет 10 назад, но вместо обещанной им 11-ти этажки здесь стоит замороженный недострой в 5 этажей. Жертвами недобросовестного застройщика ЗАО «Гагаринец» стали 97 человек. Среди них сын Ирины Барановой. Что-то мы продаем где-то каким-то образом, он берет кредиты и вносит полную сумму и в «Гагаринце» покупает 86 метров. Но вот уже до сегодняшнего дня, уже 10 лет, мы ждем свое жилье. На заседании межведомственной комиссии по вопросам обманутых дольщиков принимают решение предоставить пострадавшимся инвесторам жилье в других новостройках, а также ищут возможность достроить дом на Кольцевой. Были направлены обращения к 30-ти застройщикам с предложением рассмотрения возможности завершения строительства объекта в счет компенсации затрат новым застройщикам, по результатам которых были проведены совещания. Напомню, что этот участок сложный, разрешения на строительство люди не получали, строили на землях трех собственников фактически. На заседании рассматривают несколько особо сложных объектов. Сейчас в Самарской области порядка 2,5 тысяч дольщиков. И еще три года назад их было в шесть раз больше. Реализуется программа оказания господдержки гражданам, пострадавшим от действий недопросовестных застройщиков. Разработаны комбинационные мероприятия с целью привлечения инвесторов для завершения строительства проблемных жилых домов. Активно работают правоохранители органы, за что им спасибо. Эти меры приносят результаты. В этом году введены в эксплуатацию проблемные объекты в Тольятти, в Ленинском районе Самары. Еще один дом в Самаре на 258. Квартира запланирована сдать в декабре. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События.